Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я хочу взяться в великолепие Твое, превыше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня четверг, и Церковь предлагает нам к нашему назиданию и для нашего внимательного рассмотрения отрывок из послания к Эфесиным, святого апостола Павла. Сегодня перед нами пятая глава, стих 33, это финальный стих пятой главы, и шестая глава, первые девять стихов. И вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. Так каждый из вас долюбит свою жену, как самого себя, а жена добоится своего мужа. «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием, да будет тебе благо и будешь долголетен на земле. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти, со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу, не с видимую только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души, служа с усердием, как Господу, а не как человеком, зная, что каждый получит от Господа по мере добра, который он сделал, раб ли или свободны. И вы, Господа, поступайте с ними так же, умеряя строгость, зная, что и над вами самими, и над ними есть на небесах Господь, у которого нет лицеприятия». Дорогие братья и сестры, мы с вами продолжаем чтение послания к Эфессиным святого апостола Павла, и мы с вами читаем шестую главу, и последний стих пятой главы. 33 стих пятой главы гласит, «Каждый из вас долюбит свою жену, как самого себя, а жена добоится своего мужа». Апостол Павел в конце послания, как и зачастую во многих других посланиях, обращает свое внимание на практические вопросы, практические аспекты жизни христианина, ибо богословие и размышление о Боге не может быть отвлеченным. Жизнь и размышление о Боге должно менять нашу повседневность, либо утверждать нас в том, что мы идем правильным путем. Но наше размышление о Высшенебесном, о трансцендентном, запредельном Боге, но который в то же время так близко, и всегда рядом с нами, и Своей благодатью, и Сына Своего Единородного отдал на пропятие за нас, грешников, и мы должны понимать, что Бог присутствует в нашей жизни, Бог присутствует в нашей повседневности, и поэтому все, что мы мыслим о Боге, должно как-то отображаться и в нашей реальности, в нашей повседневности. По крайней мере, что касается взаимоотношений между Богом и человеком, и человеком и человеком. Поэтому апостол Павел ближе к концу, ближе к таким практическим наставлениям, всегда акцентирует свое внимание на отношениях, на тех проблемах, которые могут возникать в отношениях между людьми. И вот мы с вами читали в прошлый раз о том, что апостол Павел назидает церковь, говоря и приводя такие параллели между отношениями супругов, как они должны выстраиваться, и отношениям Господа и церкви. И вот сегодня апостол вновь паки и паки напоминает нам, что каждый долюбит свою жену как самого себя, а жена добоится мужа. Это мудрость, которая относится прежде всего к церковному строению, верна и для семейной жизни, ибо семья есть малая церковь. Начало при мудрости страх Господень, поэтому жена добоится мужа, а Господь так возлюбил свою церковь, что умер за человека, за грешника. Также и муж должен почитать и любить свою жену, и полностью расточать себя ради нее. Таким образом происходит единение, и стало двое вплоть един. Происходит соединение. Дети повинуйте своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. И здесь же идет упоминание о заповеди из десятословия Моисеевого. «Почитай отца твоего и мать». Это первая заповедь с обетованием. «Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». То есть наше долголетие и наша жизнь в этом мире, она имеет свою зависимость от наших отношений с родителями. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, «но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Здесь, заметьте, очень важный аспект, что именно отцы занимаются духовным воспитанием детей. Обратите внимание, как это сегодня все изменилось и поменялось, что зачастую именно матери, и честь, конечно же, им и хвала, в этом их подвиге, занимаются духовным воспитанием детей, вводят их в храмы, вводят их в воскресные школы, пытаются им привить веру. Но отцы этим должны заниматься именно папы. Именно об этом говорит нам сегодня Евангелие и послание апостольские, об этом говорит нам Священное Писание. В этом назидает нас Церковь. Авторитет Отца не приложен. И Он созидается как раз-таки на том основании, что Отец является как бы таким духовным лидером семьи. Не забывайте об этом. Прошу вас. Далее апостол Павел говорит о той социальной действительности, в которой они живут. И он говорит о рабах. Рабы должны повиноваться своим господам. Но и господа, говорит апостол Павел, должны помнить, что они не безраздельные владельцы собственности рабской. Апостол Павел пытается сместить акцент. Он не пытается, смотрите, он не есть революционер. Он не есть какой-то, знаете, там, большевик, коммунист, который пытается, знаете, освободить бедный рабочий класс из-под гнета ужасных буржуев, капиталистов. Не об этом говорит апостол Павел. Апостол Павел говорит о мире и взаимоотношениях, какие должны быть между людьми. И неважно, раб ты или господин. Ибо над каждым человеком стоит один Господь. Один Господин у нас. Это Бог. И каким бы ты важным и главным не был, Бог не лицеприятен. Он не смотрит ни на твои погоны, ни на твою трудовую книжку, кем ты там записан, ни на твою должность, ни на твою значимость. Ибо в Царстве Небесном нет должностей. В Царстве Небесном нет лицеприятий. Господь смотрит на сердце человека. Поэтому неважно, раб ты или господин, ты должен служить другому с любовью, зная, что каждый получит от Господа по мере добра, которую он сделал, раб ли или свободный. И раб, и свободный может равночестно и равнозначно пред Господом творить добро или зло. Поэтому здесь не нужно в нравственном отношении, знаете, унывать от того, что вот мы незначимы, мы не можем много делать. Каждый на своем месте может делать в ту меру, в которой ему отмерил Господь в данный период времени. Поэтому никогда не унывайте и не говорите, что вот я сейчас незначим, я вообще раб, я не свободен, я ничего не решаю, поэтому я и нравственными вопросами заниматься не буду. Вот если бы я был, знаете, директором компании, я бы зарплаты всем поднял, соцпакет увеличил и так далее. Знаешь, если ты сейчас на своем месте инфантилен в отношении добродетелей, добрых дел, то ничего ты не сделаешь, когда и станешь кем-то, да, в рамках этого мира. Поэтому делай там, где находишься. Ближний тот, кто сейчас рядом со мной, а не в моих мечтах в будущем. Поэтому, дорогие братья и сестры, сегодня церковь научает нас, что пред Богом мы все равны. И в Господе нет различий, нет ни раба, ни свободного, ни мужского пола, ни женского, ни эллина, ни иудея, но все мы одно во Христе Иисусе, одно тело Христово. Поэтому мы должны служить друг другу с любовью и понимать, что каждый получит от Господа по мере добра, которое он сделал. Вот, наверное, главный тезис, который мы должны уяснить из сегодняшнего послания святого апостола Павла. Поэтому будем молиться, дорогие, и помните о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, а когда читаем Священное Писание, Бог с Его страниц обращается к нам. Всем радости о Господе и до новых встреч! Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я хочу взяться в великолепие Твое превыше небес. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...